Этот психологический барьер на самом деле спадет. Как вы считаете, иконы, которые находятся в выставочных залах, должны там и оставаться, либо их следует передать церкви? Именно с этим вопросом я и обратилась к людям, выйдя на улицы Москвы. Я думаю, что церкви лучше передать. Мне кажется, музей очень хорошо для нас, для всех. Ходить, смотреть, детям показывать. Почему бы нет? Мне кажется, что это очень хорошо. Раз они церкви принадлежат, то и должны храниться там, кому принадлежат. И они создавались специально для церковных каких-то обрядов. Я думаю, что должны храниться в церкви. Я верующий человек, и мне трудно определить это, потому что я еще искусствовед и работаю в Третьяковской галерее. Это сложный вопрос, его рассудит сам Господь. В музеях должны храниться для того, чтобы сохранить иконы на века, действительно. Ведь иконы старые, из 16 века встречаются, из 17, они требуют определенных условий климатических и так далее. Россия исконно православная страна, поэтому все эти ценности должны быть переданы в церкви. Разумеется, в музеях. Я думаю, что в церкви, потому что это предметы конкретно религиозного назначения, и так исторически было сложено. Я думаю, что они должны быть доступны верующим в местах, специально для этого предназначенных. Мы все-таки обращаемся к широкой аудитории, и мне хотелось бы все-таки напомнить, что очень большая часть населения воспринимает все происходящее, ну, как бы не совсем понимая, не совсем понимая, что происходит. Почему? Вот мы говорим, скажем, царское золото, за границей оно находится. Да, понятно, что это золото России, а не царское, не царя. Или деньги партии, понятно, что это тоже достояние, в общем, страны. И многие воспринимают, когда речь идет об имуществе церкви, понятно, что за тысячелетнюю историю церковь накопила огромные богатства, воспринимают это как достояние нации, достояние народа, а не конкретного института православной церкви. Может быть, в такой ситуации, когда есть такое разделение, в каждом конкретном случае, когда речь идет о каких-то объектах, действительно обращаться к народу, к людям, к жителям, которые там живут, и решать вопрос, что они хотят. Они хотят храм или они хотят музей? Это первая часть. Или же церковь настаивает на том, что это имущество ей принадлежит, и его надо добиваться, так сказать, всеми возможными законными способами, для того, чтобы получить его в собственность, о чем говорилось, и дальше уже им распоряжаться по собственному разумению. И все-таки, как вы думаете, это достояние нации, или это имущество института, сугубо, так сказать, обособленного и обладающего всеми законными правами на свое добро? Да, пожалуйста, батюшка. Конечно, здесь нет никакого вопроса, никакого недоумения. Конечно же, это святыни церкви, это не имущество церкви. Это с точки зрения юридической мы говорим об имуществе церкви. Но всякий культурный человек, живущий в этой стране, понимает, что есть святыни, да, есть святыни. И вот это святыни церкви. И это единственный институт, если опять говорить языком юридическим, который продолжает существовать. Другое дело, что речь идет, может, идти о сохранности. Другое дело, что речь может идти о том, что есть люди и неверующие в нашей стране, которые относятся к ним как, ну, общему достоянию этой земли, этой истории, этой культуры русской. Конечно, безусловно, так было всегда, и мы, естественно, от этого не отказываемся. И, естественно, гарантируется доступ, возможный, к этим святыням. Пожалуйста, вы можете прийти в Успенский собор Московского Кремля и или молиться иконе Божией Матери Владимирской, когда ее перенесут из Третьяковской галереи, или же просто созерцать ее, если вы, предположим, человек другой веры или вообще неверующий. Она доступна будет. Вы сейчас с такой долей гнева говорите о том, что иконы, должностующие быть во владении церкви и иметь статус святынь церкви, на самом деле, называются просто выдающимися произведениями живописи, как это несправедливо. А вы не задумывались над тем, что для государства, для престижа государства, для демонстрации его историко-культурной мощи, пафоса, гораздо важнее называть эти иконы именно тем, чем они являются шедеврами древнерусского искусства, чем какими-то абстрактными святынями церкви. Что такое святыня церкви, вдумайтесь. Это ведь может быть и какая-нибудь серебряная ложка, поварешка, кадила. В церкви нет вещей, которые не святы априори. Там все свято. И почему вы отнимаете у народа право обладать этими шедеврами по достоинству и действительно по праву сильного народа иметь такие шедевры живописи, обращенные к Богу? И почему вы это право приписываете горстке людей, узурпирующих на самом деле возможность говорить от имени Бога? Вы знаете, что мне бы хотелось вам сказать? На самом деле мощь российского государства заключается не столько в наименовании чего бы то ни было чем-либо, а в том, как государство уважает своих граждан и как эти граждане будут его поддерживать. Но это уже другой вопрос, заметьте. Нет, это вопрос на самом деле тот же самый. Это первое. А второе, я опять же говорю, церковь есть часть народа. Церковь это не только духовенство. Церковь это на самом деле в значительной количественной степени миряне, которые имеют такое же право на обладание. Мы опять бегаем, как белка в колесе по замкнутому кругу. Право собственности не отымает прав национального достояния. Вещи, святыни, древности могут находиться в частной собственности. Но это не отнимает у народа российского право гордиться этими вещами и ими пользоваться. Ну а в чем же тогда вопрос? Почему они должны быть именно в церкви, а не в музее? В чем принципиальная разница тогда? Принципиальная разница в том, что это святыни, которые предназначались для молитвы перед ними, для богослужебного... Но ведь 80% произведений искусства и древнего искусства, и даже почти 100% освещают тему взаимоотношения человека с Богом на этом зиждилось искусство. И это что, все должно принадлежать церкви, а не народу? Ну подождите, подождите. Если вы имеете в виду, например, пейзажи Левитана... Я имею в виду не русское искусство, а не Левитана. Конечно, можно сказать, на что же вы имеете в виду? Я-то имею в виду совершенно определенное церковное и литургическое искусство. Ну вот и все. Вот мы об этом говорим тоже. Но так оно и называется литургическим. А литургия, как известно, совершается не в залах музея, а в стенах храма. Я не понимаю ваш вопрос. Нет, просто я не соглашусь с тем, что церковь должна обладать всеми произведениями древнерусского искусства, просто потому, что там освещаются мотивы взаимоотношения человека с Богом. И они предназначены для молитв. Да, безусловно. Но есть частные коллекции, есть государственные какие-то коллекции. Не все люди ходят в церковь. И не хотят многие ходить в церковь именно потому, что там много фальшивого. Они хотят наслаждаться этим, будучи в музее. Вы знаете, Сергей, по-моему, для вас достаточно важен правовой аспект. Так вот, с точки зрения правового аспекта, я могу сказать, что есть так называемая, малоизвестная в России, декларация прав культуры. И вот согласно этой декларации, черным по белому записано и всеми подписано. Вещи должны храниться там, куда они предназначались своими создателями и дарителями. Это право создателей. Если вещи, если эти святыни вкладывались в церковь, вкладывались в храм Божий, то было бы неуважением к нашим предкам изъять их оттуда. В подмосковном Савино-Строжевском монастыре обитель возродилась сравнительно недавно, в 95-м году. И с самого начала конфликтов удалось избежать. Главным образом потому, что и руководство музея, и наместник обители понимали, что хотя задачи у них разные, но цели едины. Видимо, единственный выход из сложившейся по всей России ситуации в поисках компромисса, путей сосуществования. Так, в Савино-Строжевском монастыре музей пошел навстречу обители, и всем туристам стали выдавать платки и юбки. И обитель активно помогает музею, даже в научной работе. Древние стены с возвращением монахов, по признанию самих музейных работников, ожили. В обители преподобного Савы потянулись паломники. При этом монастырь остается главным культурным центром Звенигорода и одним из основных туристических центров Подмосковья. Найденный компромисс сохранил и музей, и способствовал скорейшему возрождению обители. Кстати, уже одной из самых многочисленных московской епархии. Антон Прокофьев, Валерий Ахнин, программа «Канон». Вот как многое сейчас говорилось о том, что, справедливо говорилось о том, что действительно вещи, предназначенные для церкви, должны церкви принадлежать. Но в таком случае, каковы мотивы создания музеев православного искусства, скажем, в Троицей-Сергиевой лавре или в вашей академии? Ну, я думаю, что здесь отец Борис со мной абсолютно согласится. Это может быть нашим общим ответом. Опять же, понимаете, когда церковь говорит о том, что ее святыни должны быть возвращены ей, не значит, что они должны быть возвращены в повседневную приходскую службу, в повседневную храмовую жизнь. Церковь – это не только храм, церковь – это тело Христово, которое преображает и тех, кто в нем живет, и то, что в ней находится. Я еще раз говорю, что церковный музей – это очень древнее церковное установление. По крайней мере, начиная с IX-X века, когда появляются монастырские описи, в составе этих описей описаны резницы, где четко, с необходимой степенью учета и контроля фиксируются те вещи, которые перенесены в древле хранилища. И на самом деле, одна из серьезных проблем сегодняшней прихожанской жизни – это низкий культурный уровень наших прихожан. Увы, мы должны с этим согласиться. И как раз создание церковных музеев преследует сразу несколько целей. Во-первых, это сохранение святыни по тем, рекомендованным современной и церковной наукой, в том числе нормам, которые необходимо к этой святыне приложить. То есть здесь не возникнет какого-то конфликта между научным способом хранения святыни и церковной, на мой взгляд. Второе – это практическое разрешение конфликта между церковью и музеем. И в-третьих, это просвещение и катехизация тех, кто находится в церкви, тех, кто находится вне церкви, потому что и те, и другие в этом нуждаются. На самом деле, одно из печальных последствий светского секулярного музейного строительства – это заввение той цельности, которая из себя икона представляет. Это и святыня, это и произведение искусства, это и памятник культуры. И вот тот подход к демонстрации, или, как музейщики говорят, к экспонированию святыни нас не устраивает. Церковь предлагает свой взгляд на историю себя самой, на историю своей культуры, и именно эта альтернативность, эта конкурентность, если что ли, церковных музеев музеям светским могла бы благотворно сказаться на всем развитии русской культуры. Вы сами затронули вопрос церковной культуры. Как Вы видите в дальнейшем развитие приходской жизни именно в культурном русстве? То есть ни для кого не секрет, что сейчас храмы, которые возвращают церковь и возвращаются в довольно плачевном состоянии, часто с обсыпавшимися фресками, без икон. И, как бы, скажем, стены храмов просто белятся, иконы заменяются бумажными репродукциями, которые тоже являются иконами, но, тем не менее, как бы не являются развитием того художественного наследия, которое было перед ними. Вот в этом русле есть какие-нибудь проблемы, и как они могут быть решаемы? Ну, эти проблемы, конечно, есть, и Вы их уже обозначили, и я о них, на самом деле, уже сказал. Я думаю, что во многом русской церкви поможет опыт московской епархии при Епархиальном совете, которой создана искусствоведческая комиссия, которая призвана контролировать ремонт и реставрацию вновь передаваемых храмов. Именно с точки зрения и каноничности, и иконописи, и ее высоких эстетических качеств. Я думаю, что это путь, по которому должна пойти вся русская церковь. Борисович, мы вот подошли как раз к перспективам. Что же делать в сложившейся ситуации? Я думаю, что, например, я свою задачу вижу и считаю в том, чтобы донести до сознания и церкви, и людей светских, которые заняты этой проблематикой, реальное положение дел в этой области, о котором я уже говорил в начале. Мне кажется, что вот такая дискриминация церкви чрезвычайно опасна, если иметь в виду задачи культурного строительства в нашей стране. Это первое. Во-вторых, мне кажется, что сама церковь должна гораздо энергичнее взяться за дело хранения своих святынь. Это, значит, предполагает организационные усилия со стороны церкви, прежде всего, и, естественно, желание, так сказать, по-настоящему ко всему этому отнестись. Я только хотел бы сказать, что мы должны говорить не только о будущем, но о том, что есть сейчас. Вот эти храмы, которые переданы, и я хотел в этом смысле продолжить ответ на вопрос молодого человека. Храмы, которые переданы, они вовсе не все имеют вот эти вот бумажные иконочки. Это только на самое первое, на самое горячее и самое такое пожарное время. А если вы пойдете в Москве, вот пойдите по Тверскому бульвару, Федора Студита, Большое Вознесение, Малое Вознесение, Иоанн Богослов, вот посредине Тверского бульвара, в Бронной Слободе. Посмотрите, какие храмы, посмотрите, какая полнота именно культуры, именно сделанности, воплощенности и самих храмов, как архитектурных объектов, и иконостасов, и икон, и всего того, что сопровождает жизнь храма. Чем это все делается? Это все делается верой и жертвенной любовью народа Божия. Не надо повышать как-то особенно какая-то просветительская в духе луначарского концепция, повысить культурный уровень наших прихожан. Не надо им мешать. Надо их просветить, да, и многое надо сделать, но они сами по себе уже активные деятели культуры. И не надо забывать, что церковь была и остается, и будет культурообразующим элементом в жизни всякого общества, в том числе и российского. Вот, поэтому мне кажется, что перспективы очень есть такие замечательные, только надо трудиться по-настоящему. И не надо церковь дискредитировать и церкви мешать. Помогать, пожалуйста. Ну что ж, мне кажется, что, конечно, мы не поговорили о сотой части тех проблем, которые существуют, да, во взаимоотношениях церкви и музеев, но я надеюсь, что зрителям стало понятно, что они есть. Вот, что эти проблемы есть, и что их необходимо решать, если мы хотим действительно жить в культурной стране. А самое главное, есть пути решения этих. Конечно. Проблема, прежде всего, за счет развития нормальной приказской жизни. Я, конечно же, когда говорил о культурном уровне, отец Борис не имел в виду вот именно такого луначарского духа курсы. Понимаете, культура, она ведь идет из глубины души. В глубине души находится молитва, литургическая жизнь. Я думаю, что именно нормальная соборная жизнь прихода, участие в Евхаристии, плюс получение тех необходимых знаний, которыми обладает церковь, как законная наследница того лучшего, что накопило человечество, это и придет к тому, что церковь в России, а потом и вся Россия воскреснет в вере, правде и свободе. Ну что же, отец Борис, отец Александр, спасибо вам огромное за интересную беседу. Конечно, сегодня мы не смогли осветить и десятую часть, наверное, тех проблем, которые существуют во взаимоотношениях церкви и музея. Но, во всяком случае, я уверен, что зрителям стало понятно сегодня, что проблема эта есть и до сих пор не решена. Я благодарю вас за внимание. До свидания. До встречи в следующее воскресенье на канале ТВ6. Подумайте над этой проблемой. Задуманное к 300-летию династии Романовых, уникальное издание «Прииди и Вишдь» вновь увидело свет в год двухтысячелетия Рождества Христова. На его страницах открывается тайна свидетельства Бога на земле. Путеводитель по святыням христианского мира был высоко оценен патриархом Алексием. «Прииди и Вишдь» — это не просто книга, это паломничество к началу истории, великое паломничество на рубеже тысячелетий. «Прииди и Вишдь» «Прииди и Вишдь» — это не просто книга, 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 это не просто книга